Очень сложная система. Могу сказать, что лично я использую математику. Вопрос к Исламову Калилигану Гавридовичу. Ну ладно. Да-да-да. Я хочу сказать, как вы производите тестирование тех программ, которые вы пишете? Любая программа, начиная с определенного... Ну, вы знаете... А нас я делаю ошибку. Ты не встречаешься. Во-первых, так. Здесь не только я. Я, так сказать, свое делаю. Я в вашу формулу. А как потом они засовываются в механизмы и как там все конфликтует. Иногда вычисления воруются друг у друга. То есть, если написал два правила, верхнее правило нужно своровать вычисление, которое должно вниз идти. И вычислить неправильно, потому что там ограничения не поставлено. Знаете, такие вещи, они... Мы работаем много, чтобы не было такого. Это целая скульпа. Поинтегрировали, например, да. Еще один вопрос. Как вам удается выполнить такой большой объем работы? Я там не знаю. Вот вместе с математикой я на эту тему трудно ответить. Во-первых, наверное, у меня таван все-таки есть какой-то. И во-вторых, значит, я фанатик податуре, наверное. И вот все эти податки я направил в математику. Значит, ну и очень замечу, значит, не повезло в жизни. Я все время с очень мощными людьми работал. Вот мы с самкой сделали книгу, с самкой фирмы спокойной. Подробным дифференцированием монографии сделали. Вот сейчас с Крутиковым, Брючковым мы сделали. Вот сейчас с Брючковым продолжаем работать. Значит, я сейчас с Майком Тортом работаю. Это тоже гениальный человек, вот, я читаю. Ну, я не говорю о Стивене. Стивен Вольфрам, это вообще современный читательный. Мне так читают. Андрей Поляков, интернет-канал «Фундаментальная наука». У меня такой вопрос к вам. Скажите, вот вы в некотором смысле занимаетесь такой глобальной задачей, как наполнение некой базы знаний, да? Огромный объем работы, огромный объем информации для последующих поколений. Что вами движет? И какая у вас вообще основная мотивация такая большая? Вы знаете, что-то разобратное... Нет, это не мушкристика. Здесь не просто берешь чужое и куда-то переписываешь. Творческое... Да, да, вот именно творческое. Наполнение, это не просто... Это интерпретация и перевод на язык, понятный для компьютерных программ, на универсальный язык всех человеческих знаний в разных образцах. Специалистов, например, в области медицинской диагностики. У нас моделирование, оно уже реализовано. Вопрос был, что вами движет, когда вы беретесь за такую глобальную задачу? Вы знаете, компания у нас очень маленькая. У нас есть узкого горбочка, потому что слишком много знаний, через мало людей, которые ее могут реализовывать в нужном здании. Да много здесь, вот здесь остались такие, их мало, но мы, как говорится, в тюняшках, я шучу. Вот, очень мощные ребята. И что движет, вы знаете, это тоже какой-то, так можно сказать, наркотик. Если бы вы попробовали сами позаниматься с математикой, вы бы поняли, что движет. Это настолько увлекательно все. Мы создаем инфраструктуру, аппарат, то есть базис такой, пундамент для того, чтобы люди творили и вытворяли все, что угодно. Спасибо большое, я вам очень рад. Давайте поблагодарим. Пока. Спасибо. Спасибо.